Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о такой области программирования, как нейросети. Для чего они нужны, когда их придумали, ну и, конечно, как они работают. Ролик разделен на три логические части. Первая – это немного истории нейросетей. Вторая – более детальный их разбор. И третья – самая интересная – практическая реализация. Если вам неинтересна какая-либо из частей, можете смело проматывать. Ролик довольно объемный, как по времени, так и по количеству информации. Так что, если вы готовы пуститься в это интереснейшее приключение, сперва сделайте себе кружку чая. Часть первая – для чего нужны нейросети. Для того, чтобы понять, что же такое нейросети и для чего они нужны, нам стоит вообще понять суть решения задач при помощи электронно-вычислительных машин. В общем случае, любая задача решается на компьютере в шесть этапов. Первый этап – постановка задачи. В ходе этого этапа происходит подготовка к решению, а также запись всех исходных данных и требуемого результата. Второй этап – формализация. То есть запись на каком-либо формальном языке, процесса превращения исходных данных в результат. Чаще всего это язык математики или формальной логики. Третий этап – создание алгоритма. Четвертый – запись алгоритма на каком-либо компьютерном языке. Пятый – тестирование и отладка. Шестое – проведение расчетов и анализ результатов. Как видим, три первых пункта вообще никоим образом не относятся к компьютеру. А шестой пункт уже относится не столько к программированию, сколько к практике. Теперь вы наглядно можете видеть, что большая часть программирования – это не столько нажимание на кнопочки, сколько размышления над тем или иным алгоритмом, которые довольно часто сливаются в размышления над смыслом жизни. Также понятно, что удачные алгоритмы можно создавать и вовсе не зная ни одного языка программирования. На практике это означает, что человеку, который освоил создание программ на одном языке программирования, будет гораздо проще освоить другой язык, чем человеку, который вообще не сведущ в вопросах программирования. Весь этот список более-менее понятен любому человеку, кроме, быть может, третьего пункта. Если не знать, что такое алгоритм, нельзя и понять, что требуется. Хотя всем нам на интуитивном уровне ясно, что это такое, но даже немногие программисты знают, что в информатике у этого слова есть довольно четкое определение. Алгоритм — это строго детерминированная последовательность действий, описывающая процесс преобразования объекта изначального состояния в конечное, записанное с помощью понятных исполнителю команд. Думаю, что только слово «детерминированное» может вызвать вопросы. Это означает, что алгоритм должен состоять из самых простых и однозначных действий, которые способен выполнить исполнитель. Пример. Сделай мне бутер — это недетерминированная команда. Отрежь хлеб, отрежь колбасу, положи колбасу на хлеб — уже гораздо более детерминированная команда. Ведь, согласитесь, бутер можно сделать и без колбасы, или с колбасой и маслом. Также в жизни очень многие тру-программисты вовсе не записывают алгоритм отдельно, постоянно держа его целиком у себя в голове. Это привычка о двух концах. С одной стороны, она экономит время. С другой стороны, из-за нее происходят порой самые глупые и труднонаходимые ошибки. Но в любом случае, не записывание алгоритма на бумаге не означает несоздание его в голове. Прежде чем начать клацать на кнопочки, любой человек обязательно создаст алгоритм работы программы у себя в голове. Кстати, для записи алгоритмов есть специальный язык — блок-схема. Большинство из тех, кто изучал программирование в учебном заведении, его узнают. А остальные, даже вполне успешные программисты, понятия не имеют, что это такое. Теперь, зная об алгоритмах, мы с вами должны ответить для себя на такой вопрос. Можно ли при помощи алгоритмов описать любую последовательность действий, которая не противоречит законам физики и математики? Пример. Сможем ли мы написать алгоритм движения боевого шагающего паука-робота, если до этого были очень успешны в написании других алгоритмов? Ответ — да. Если выполнены два пункта из списка выше, то и третий не должен создать проблем. Давайте сейчас вместе попытаемся приступить к решению этой задачи, и все по науке, все по пунктам. Первое. Исходные данные и результат. Исходные данные. Робот — один штука, ноги — шесть штук, сустава на ногах — три штуки на каждой, степени свободы у каждого сустава — по одной. Начальные координаты каждой ноги и сустава, начальные углы в суставах робота — начальная координата центра робота. Результат. Робот сместился на х метров в указанном направлении. Второе. Формализация. На этом этапе мы должны четенько расписать, опираясь на законы Ньютона, куда и когда послать усилие на сервопривод, чтобы нога передвинулась в необходимое нам место. Третье. Написание алгоритма. Теперь, зная, куда и когда двигаются ноги, мы должны расписать последовательность их движения, отталкиваясь от взаимного их расположения, и координаты, куда нам требуется попасть. Алгоритм будет громадный, с кучей разных условий, но он будет работать. Четвертое. Превратим все это в строчки кода. Пятое. Зальем в голову микрочип робота. Пятое. Шестое. Отправим робота на прогулку. Да, я вам не сказал, что робот у нас запитан не от святого духа, а от энергии, которую вырабатывает топливный генератор. Во время его путешествия, часть топлива сгорела, и масса робота стала меньше начальной, отчего он потерял равновесие и упал. Ну и не беда. Зато теперь вы знаете, что в начальные данные нужно внести массу, и все вычисления переписать с учетом нового параметра, а заодно внести правки в алгоритм. Окей, сделано. Снова робот отправляется на прогулку, и ему случайно отстреливают переднюю правую ногу. Ну, это же боевой робот. Средняя правая нога ждет результатов от передней, ведь она должна шевелиться после нее. Но от нее нет результата, у нас больше нет передней правой ноги. Приехали. Дальше робот не пойдет. Теперь нужно переписать алгоритм, чтобы он работал без передней правой ноги. И, конечно, без передней левой, и без средней задней, и без второй фаланги задней левой. И для каждого из этих случаев нам нужен новый алгоритм. Пускай и не радикально другой, но все же новый. Итого нам нужно написать 100-500 алгоритмов, и если какой-то забыли, то это всплывет в самый неподходящий момент. Разумеется, возникла идея создать такой алгоритм, который мог бы подстроиться к изменению прямо на ходу. Ведь паук в природе как-то передвигается, если ему оторвать ногу. Это и было зарождением нейросетей. По сути, нейросеть – это такой алгоритм, который не нужно записывать в привычном понимании. Мы строим некую логическую конструкцию с начальными параметрами, а дальше она сама обучается по каким-либо правилам и принимает решения в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из старого опыта. История возникновения нейросетей отправляет нас прямиком в 1943 год. То есть нейросети придумали сразу, как только появились ЭВМ. Но вот беда. В те времена один нейрон был размером с холодильник, а для серьезных задач требовались сотни и даже тысячи нейронов. Почесав задылки, тогдашние программисты-инженеры сказали, что мы и так все сделаем без ваших нейросетей и отринули данную идею. Вновь нейросетян вернулись только через 30 лет. За это время компьютеры шагнули невероятно далеко, целых четыре поколения. В 71-м, как вы помните, изобрели первый процессор. А в 75-м, на этих крутейших по тем временам компам, японский программист Кунихико Фукусима создал тот называемый Когнетрон. Нейронную сеть, умеющую выполнять логическую операцию ИЛИ. Вдумайтесь, 30 лет от задумки до простейшей реализации. Из вышесказанного вытекает и функция нейросетей. Они нужны тогда, когда классические алгоритмы плохо справляются с задачей, или же условия задачи могут немного измениться в процессе ее выполнения, что потребует новый классический алгоритм. Примеров к применению нейросетей сегодня можно привести целую кучу. Очень популярны в последнее время нейросети, распознающие образы. Такие используются в автомобилях Тесла, например. Одна нейросеть переводит окружающий мир в 3D-модель, а другая управляет автомобилем вместо человека. Создание искусственного интеллекта – тоже пример использования нейросети. Голова у Яндекса Алисы или Эпловской Сири не из классических алгоритмов состоит, а из множества нейрончиков. Именно нейросети распознают вашу речь, когда вы спрашиваете что-то у Гугла и делают подборку песен, которые вам, скорее всего, понравятся. А еще они все больше вытесняют работников техподдержки, заставляя нас кричать в трубку «Я хочу поговорить с человеком!». Если честно, всего шесть лет назад, когда я смотрел фильм «Элизиум Райни на Земле», я представить себе не мог в ситуации, когда я буду спорить с роботом и просить его переключить на человека. Но я думаю, что с подобной проблемой сталкивались уже многие. Сейчас способности искусственного интеллекта оставляют желать лучшего, но скорость развития этих гомункулов просто поражает. И спустя те же шесть лет, человек в техподдержке будет такой же редкостью, как сегодня, например, использование DVD-дисков. Несмотря на относительную тупизну, нейросети и сегодня влияют на вашу жизнь. И, быть может, даже больше, чем вы думаете. Именно они решают дать вам кредит в банке или отказать, какой фильм или музыка вам может понравиться, и какую рекламу вам показать, анализируя ваш серфинг интернетом, а, быть может, и подслушивая за вами через телефон. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к принципу их работы. Часть вторая. Как работают нейросети. Чтобы заново не изобретать велосипед, инженеры-программисты решили взять метод, опробованный природой. Нагло слезать принцип работы мозга у живых существ. Искусственные нейроны виртуальности работают ровно так же, как и наши нейроны в головном мозге в реальной жизни. Давайте разбираться. Посмотрите на рисунок. Это не печеночный сосальщик, как многие подумали. Это схематичное изображение нейрона. Нейрон – это клетка нашего с вами организма, например. Те самые нервы, которые не восстанавливаются. В принципе, его работы, как и все гениальное, довольно прост. На входы нейрона, которые называются дендридами, приходит сигнал с других нейронов. Эти сигналы обрабатываются в теле нейрона, которое называется СОМА. Обработанный сигнал передается на выход нейрона, который называется АКСОН. Вот и все. У каждого нейрона, как естественного, так и искусственного, может быть множество входов, но только один выход. Место соединения дендрида и АКСОНа называется СИНАМС. Нейронные дендриты принято называть серым веществом, а АКСОНа – белым. Если сравнивать с компьютером, то серое вещество – это процессор, жесткий диск и, например, видеокарта. А белое вещество – это провода и электропроводящие цепи на материнской плате. Известно, что не только количество нейронов влияет на интеллектуальные способности особи, но и количество синапсов, а также взаимное расположение синапсов относительно друг друга, то есть способ организации нейронов между собой. Вот мы плавно подошли к термину и заголовку – нейросеть. Множество нейронов, соединенных между собой, и называется нейронной сетью. Если мы написали программу, в которой сымитировали работу биологического нейрона, то это будет искусственная нейросеть. Большинство средств разработки классических приложений не имеют каких-либо специальных методов для работы с нейросетями. И нейрон, написанный на языке C-Sharp, может выглядеть, например, вот так. Не нужно сейчас думать, что все это означает. Просто вы должны понимать, что для написания нейросетей вам не потребуется какой-нибудь супер-пупер-компьютер или специальное программное обеспечение. Достаточно вашего компа и экселя. Многие, кстати, не знают, что данное средство работы с таблицами имеет встроенный компилят, то есть среду разработки программ. А теперь давайте подробнее разберем строение и работу искусственного нейрона. У него, как мы уже знаем, есть вход. Он может быть один, или их может быть несколько. На вход прилетает некий сигнал от другого нейрона или из датчика, это не важно. Сигнал представляет собой некое число. Чаще всего это число должно иметь значение от нуля до единицы. Для этого все значения, которые прилетают на входы, предварительно нормируют. Это означает, что все они будут причесаны под одну гребенку. Допустим, на нейрон управления шарниром робота приходят несколько значений, в том числе градус поворота предыдущего шарнира α и масса топлива M. Нормировать мы можем следующим образом. Нужно знать максимальное значение угла поворота шарнира и максимальный запас топлива. Предположим, они будут 45 и 80 соответственно. Мы можем придумать очень простое правило нормирования, разделив текущее значение на максимальное. И получим на первом входе 0,69, а на втором 0,71. Заметьте, что значения на входах при таком способе нормировки никогда не будут выходить за пределы от нуля до единицы. Если нам неизвестно максимальное значение, то мы можем просто разделить единицу на сумму входящего значения и единички. И так мы тоже получим нормированное значение от нуля до одного. Оба этих варианта работают для входящих значений больше нуля. Говоря в общем случае, можно юзать нейросети и не нормируя входящие параметры, но если вы точно уверены, что все будет работать и так. Если вы не уверены или вам блин над этим думать, нормируйте. Далее нормированный сигнал умножается на очень волшебное число, которое чаще всего называют весом данного входа. Мы к нему неоднократно вернемся, ибо он является главным механизмом обучения нейросети. Итак, мы перемножаем значения входов на веса каждого входа. Опять же, для примера, возьмем вес на первом входе 0,5, а на втором 0,25. И получаем результат работы после первого входа 0,35, после второго 0,18. Эти два значения придут в сумму нейрона, или как ее еще называют, функция активации. А дальше функция активации уже будет решать, что делать с этими числами. Самый простой пример функции активации – это шаговая или пороговая функция. Если сумма всех значений, пришедших с каждого входа, больше, чем некое число, то на аксон, на выход нейрона, улетит единица, а в противном случае – нолик. Давайте от балды назначим шаговую функцию с порогом 0,5. Это значит, что если сумма со всех входов будет больше, чем 0,5, то на выходе будет единичка. Рассчитаем для нашего примера. 0,35 плюс 0,18 равно 0,53. Это больше, чем 0,5. Результат работы этого конкретного нейрона будет равен единице. Если вы только начали изучать нейросети, то вам более чем достаточно данной функции активации. Она очень простая, ее выполнение процессор производит очень быстро. Но в большинстве прикладных нейросетей используют знаменитую сигмоиду. Она всем хороша и нормирует, и сглаживает, и даже работает с отрицательными значениями на входах. Единственный минус – она довольно труднозатратна для компа, особенно при высоких значениях суммы со всех входов. Ссылку на сигмоиду и другие функции активации я оставлю в описании. Также я не сказал, что чаще всего на один из входов приходит одно особенное значение, всегда равное единичке, помноженное на вес этого входа. Это значение называется нейрон смещения, для чего оно немного позже. В целом это все. Придумайте процедуру для соединения нейронов, придумайте схему их соединения и получите нейросеть. Простейшая нейросеть может иметь, например, вот такой вид. Зеленые – это входные нейроны, синие – скрытые нейроны, желтые – выходные. Количество нейронов для каждой конкретной нейрости, разумеется, будет меняться. О том, сколько должно быть нейронов в каждом слое и сколько должно быть слоев, мы поговорим как-нибудь в другом выпуске. Давайте на примере рассмотрим, на мой взгляд, самую простую и понятную нейросеть. Она будет определять, какую цифру мы написали. Я могу нарисовать двойку разными способами, и каждый из вас поймет, что это именно двойка. Но вот для компьютера, работающего только на классических алгоритмах, понять это практически не по сильной задаче. Поэтому мы воспользуемся нейросетью. Каждая картинка имеет разрешение 16 на 16 пикселей, значит, всего у нас будет 256 пикселей. Это число и будет равняться количеству входов в нашу нейросеть. Сигнал от каждого пикселя будет связан со входом в нейрон. Рисовать мы будем только черным цветом, нолик на входе будет означать нет цвета, единичка – есть цвет. Давайте для примера возьмем три случайных входа. Вот в этом пикселе нет цвета, значит, в нейрон придет нолик. В этом пикселе тоже ничего нет, значит, и в этот вход придет нолик. А вот этот пиксель закрашен. Это значит, что на вход в нейрон с этого пикселя придет единичка. Еще раз замечу, я случайно выбрал три входа. Их общее количество 256. С каждого пикселя на каждый из 256 входов в нейрон придет или единичка, или нолик. Таких нейронов мы добавим в 10 штук. 10 нейронов, у каждого из которых 256 входов. Каждый из добавленных нейронов будет пытаться найти свою цифру. Нейрон номер 0 попытается определить 0 на картинке. Нейрон номер 1 будет отвечать за цифру 1 и так далее. Посмотрите внимательно на организацию нейросети. Каждый входной нейрон, зеленый кружок, передает одинаковый сигнал на каждый вход для нейрона следующего слоя, синий кружок. Но у каждого из синих нейронов будет разный вес на его конкретном входе. Например, на первом входе у первого нейрона вес может быть 0,1, а на первом входе второго нейрона вес может быть 0,9. Следовательно, каждый из 10 нейронов после переработки сигнала входа и переваривания их в функции активации выдаст свой уникальный результат при совершенно одинаковых значениях на каждом из 256 входных нейронах. И еще раз. Функция активации у каждого нейрона будет одинаковая. А вот веса на входах будут разные. Напомню, что вес – это число, на которое умножается сигнал со входа. То есть отличаться нейроны будут исключительно этими весами. На этом этапе встает вполне разумный вопрос. Как изначально заполнить веса нейронов? А вот как. Веса для каждого входа каждого нейрона мы заполним от болты. Да, вы не ослышались. Мы просто заполним их случайными числами. И это не мой бзик. Поверьте, так делают и настоящие гуру мира нейросетей. Все, наша нейросеть готова. Многие скажут, постойте, в ней даже нет скрытого слоя. Это вообще не нейросеть, а просто набор нейронов. Ну и отчасти будут правы. В ней действительно нет скрытого слоя. Можно сказать, что мы объединили скрытый слой и слой выходных нейронов. Но и такая сеть будет работать в конкретном случае. А по принципу бритвы Акама не стоит плодить сущности без необходимости. Если все и так будет работать, нам скрытый слой не нужен. Далее мы с вами будем показывать нейросети картинки с разными цифрами. Она будет перемножать, суммировать и бог знает, что еще делать с циферками, пришедшими на входы. И каждый из 10 нейронов выплюнет в результате некое число. Мы найдем среди них самое большое. Не забываем, что в данном случае шаговая функция активации уже не сработает. Номер нейронов, выдавшего самое большое число, а следовательно, и победившего в этой схватке, и будет ответом на вопрос, какое число на картинке. Ведь помните, у нас как раз 10 нейронов, и каждая отвечает за некое число. Скорее всего, ответ будет неверный. В конкретном примере максимальный результат выдал нейрон, отвечающий за цифру 1, хотя должен был победить нейрон 2. В случае, если нейросеть не узнала число, мы правим веса на нейроне-победителе, чтобы он не лез, куда его не просят, а также на том нейроне, который должен был победить, чтобы он стал поактивнее. Как именно мы правим веса нейронов немного позже. Так мы будем нянчиться с нейросетью довольно долго, ну или просто сбагрим ее в другой программе, которая знает ответы на вопросы и все сделает за пару секунд. В любом случае, рано или поздно мы обучим нашу нейросеть. И для проведения проверки покажем ей такой рисунок, которого она никогда не видела ранее в процессе обучения, на котором тоже изображена циферка. Если нейросеть угадала, то она считается обученной. Если нет, отправляем все веса в утиль и учим заново. Вот и все. Ну, согласитесь, это не очень сложно. Проблема в том, что ни одна нейросеть не будет работать сразу после создания. Вообще ни одна. Все дело в том, что любую нейросеть нужно сперва обучить. Обучением нейрости называется подгонкой этих самых волшебных весов на входах нейронов к нужным значениям. И способов обучения существует довольно много. Чтобы не раздавать и без того большой ролик, я расскажу о способах обучения как-нибудь в другой раз. Часть третья. Заполнение виртуального мира с сикарашками. Ну а теперь к самому интересному, к практике. Если после всего увиденного у вас возникло совершенно нормальное желание создать виртуальную саморазвивающуюся популяцию существ под управлением нейросети, то вы точно по адресу. Именно этим мы сейчас и будем заниматься. Скажу сразу, что конкретно в данном примере нейросеть будет только для того, чтобы быть. С теми же задачами вполне справились бы и классические алгоритмы, причем, наверное, более успешно. Но нейросеть нает нам две суперпричины использовать именно ее. Во-первых, громадная гибкость в дальнейшем развитии наших особей. Во-вторых, особи будут обучаться самостоятельно. Нам не придется выдумывать чем, когда и как они будут заниматься. Селективный отбор сделает это за нас. Перед планированием нейросети мы должны разобраться с функциями особей и мира, в котором они живут. Мир у нас будет представлять плоскость размером х на у, в котором через случайные промежутки времени и в случайном месте будет создаваться пища для особей. Ну, теперь к жителям. Мы не будем с самого начала учить особей строить адронный коллайдер. В основу их обучения положим пирамиду Маслоу. Начнем с нижнего уровня к физиологии. Для начала научим их оставаться на месте, ходить и кушать, в зависимости от окружения. Исходя из этих данных, имеем шесть нейронов на выходе. Первый – стоять на месте. Второе – двигаться вверх. Третье – двигаться вниз. Четвертое – двигаться влево. Пятое – двигаться вправо. И шесть – питаться. Со входами все сложнее. Например, мы можем отправлять на входы расстояние до ближайшей еды и направление к ней. А можем отправить все единицы пищи в области поля зрения особи. Последний способ, безусловно, осложнит и структуру нерести, и сложность последующего обучения. Так что давайте начнем с простого и пойдем к сложному. Особь будет осматриваться, а далее выбирать ближайшую к себе пищу и двигаться к ней. При близком расстоянии она должна ее съесть. Организовано все это будет следующим образом. Особь будет четыре глаза, каждый из которых смотрит в свою сторону, и способен определить расстояние до пищи в данном направлении. То есть мы получаем четыре входа со значениями от нуля до величины, насколько далеко может смотреть наша особь. Например, если пища находится сверху, то со входного нейрона номер один, это глаз, который смотрит вверх, придет расстояние до пищи. В нашем случае это шесть. Не важно чего, метров или дюймов. Шесть того, в чем мы меряем. Если пища будет справа, то на вход номер один придет уже нолик, а на вход номер два придет семь. Это новое расстояние до еды. Теперь настало время рассмотреть очень полезную штуку нейрон смещения. И для чего он нужен. Если вы наберете в поисковике, для чего нужен нейрон смещения, то среди первых будет вот эта картинка. Все понятно, не так ли? А ведь он очень важен и применяется практически в каждой нейросети. Давайте попробуем разобраться конкретно в нашем примере для чего. Возьмем два выходных нейрона. Один будет отвечать за движение вправо, а другой за поедание пищи рядом. На вход вправо нам прилетит значение до пищи, в первом случае семь. На вход, отвечающий за еду, такое же. Рассмотрим идеальную ситуацию, когда на остальные входы больше ничего не приходит. Если особь подойдет ближе к еде, то на оба входа придут две тройки. Получается, что у нас с единственного активного входного нейрона приходят одинаковые числа. Но ведь нам нужно, чтобы при близком расстоянии включался один нейрон витаться, а при далеком другой двигаться. В данном случае при любых весах на входах в выходной нейрон мы не получим такого результата. Получившейся линейной функцией у нас может быть или равномерное возрастание, или равномерное уменьшение значений результата работы функции активации при приближении особи к еде. И никак у нас не получится, что если расстояние до пищи 7 единиц, то активируется нейрон движения вправо, а если значение 3 единицы, то активным становится нейрон поедать. Решить данную проблему нам и поможет нейрон смещения. Это особый вход, значение на котором всегда равно единичке. Но веса у разных нейронов на этом входе могут быть разные. С таким нейроном конкретная задача легко решается. Особь сможет и двигаться, и питаться. Если рассмотреть конкретный пример, то в первом случае, без нейронов смещения, в функции активации прилетало значение kx, где k это вес входа на нейроне, а x расстояние до пищи. А после добавления нейронов смещения мы получили на функции активации kx плюс b, где b это вес на входе нейронов смещения. Никакого x около b не будет, ибо нейрон смещения на выходе постоянно дает единичку. Нетрудно заметить, что эти уравнения в точности повторяют уравнение прямой на плоскости. А далее остается вспомнить геометрию, да, можно и не вспоминать. Просто представить две прямые, которые пересекаются. Например, вот так. Решением уравнения на графике это значение координаты y будет результат, пришедший на функцию активации. А как мы уже знаем, тот нейрон, у которого это значение больше, тот и победит. И вот если красная прямая это результат работы нейрона, отвечающего за поедание, а синяя нейрона, отвечающего за движение вправо, то при значениях x больше, чем a, особь будет двигаться вправо. Ну а если значение x будет меньше, чем a, то победит нейрон, отвечающий за поедание, и особь начнет кушать. В данном случае a, это как раз и есть минимальное расстояние, на которое должна приблизиться особь к еде, прежде чем сможет ее съесть. Лично по мне, эта часть самая сложная в этом ролике. Но она у вас не должна вызвать сильного непонимания. Во-первых, это теория. Если вы хотите разобраться, для чего нужен нейрон смещения и не поняли, то предлагаю пересмотреть последние несколько минут еще раз. Если вам неинтересно знать, почему он нужен, то вообще можете пропустить эту часть. Для создания нейростей вам просто нужно знать, что нейрон смещения порой бывает очень полезным. Вам не придется вручную решать эти уравнения, находить коэффициенты и прочее. За вас все нейросеть сделает сама. Есть одно правило добавления нейронов смещения. Он либо добавляется в каждый слой, кроме слоя выходных нейронов, либо не добавляется вовсе. Если вы не знаете, стоит ли добавлять нейрон смещения, то попробуйте решить задачу самостоятельно. Подобрать в вашей нейростей веса вручную и посмотреть, способна ли она выполнить все возлагаемые на нее функции. Если может справиться и без нейронов смещения, то он не обязателен. Также стоит заметить, что нейрон смещения – это не панацея. Неправильно организованная нейросеть, порой не способна к принятию правильного решения вне зависимости от того, есть ли нейрон смещения или нет. Так или иначе, нейрон смещения является очень распространенным, мощным и полезным инструментом. Если сомневаетесь, то все же лучше иметь его в вашей нейросети. Спойлер. Создав данную нейросеть, я понял, что ее организация была не на высоте. Да, она научилась всему, чего я от нее ждал. Но это была довольно трудная задача, и пришлось долго повозиться с алгоритмами обучения. Поэтому я создал новую популяцию, разделив функции их нейромозгов на две. Первая часть отвечала за логику особи. Она обрабатывала поступившую информацию и выдавала решения. Стоим на месте, питаемся, двигаемся к точке. Вторая часть отвечала за физиологию особи. Если она получала сигнал от первой нейросети, то она передвигала особь в требуемую область. Собственно, что это значит? У вас есть желание и потребности. Например, желание играть в доту, желание есть и желание дышать. На данный момент вы достаточно сыты, вполне надышались, но вот дота не хватает. Вы усаживаетесь за комп, периодически вспоминаю про подышать, и сидите неподвижно 4 часа. Тут в некий момент вы понимаете, что желание поесть пересилило желание играть в доту. Заметим, вы сидели 4 часа, и на нейроны, которые управляют вашими ногами, ничего не приходило. Эта часть нейросети была не задействована. Но вот вы встаете и двигаетесь к холодильнику. Фактически каждый момент времени ваш мозг просчитывает ваши текущие координаты и сравнивает их с координатами холодильника. Если они неравны, в пределах погрешности дотянуться рукой, то мозг отправляет в нужные места нужные сигналы, и вы двигаете ногами. Часть мозга, который управляет ногами, не приходит сигнал о ваших победах или поражениях в доте, о ваших чувствах подруги, о проблемах на работе, только координаты холодильника. Не стоит усложнять и без того сложную систему и отправлять в нейроны, отвечающие за передвижение, ничего лишнего. Так же поступим мы в планировании нашей нейросети. Не сложно понять, какая нейросеть главная, и стоит ли каждый момент времени пересчитывать желание поесть доту и прочего. Конечно, стоит. Если не дойдя до холодильника, вы все же поняли, что дота важнее для вас, чем еда, то вы развернетесь. Ну или если подруга крикнула в бусконтре, что в холодильнике нет еды, вы тоже пересмотрите свое поведение. Хотя, нет, не пересмотрите, вы все равно подойдете к холодильнику и заглянете в него. Взвесив все эти факты, я решил разделить нейросеть на две. Часть, которая управляет движением, не обязательно должна анализировать, зачем мы двигаемся к этой точке. Она просто должна выполнять приказ от нейросети выше ранга. Главная нейросеть управления особью на данном этапе не стоит упоминания, так как она слишком простая. Но это не значит, что она не будет развиваться в будущем. Давайте для того, чтобы не путаться, назовем первую часть главную. Это головной мозг, а вторую часть спинной. Спинной мозг имеет следующую структуру. На входах нормированные значения, которые задает головной мозг. Фактически это модернизированные и понятные для спинного мозга координаты некой точки, направлении которой особь приняла решение двигаться при помощи головного мозга. На начальных этапах особи не особо понимают, что от них требуется. Но это вполне ожидаемо. В леса в их мозгах мы подобрали случайно. И для их обучения мы будем применять генетический алгоритм. Он словно и создан для этой задачи. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности процесса обучения особей. Об этом я обязательно расскажу в одном из следующих роликов. Но для затравки немного посмотрите на результат жизнедеятельности особей после обучения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok